МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Красноглинский район занимает 1,3 территории всей Самары. Здесь проживает около 84 тысяч человек и он всегда был излюбленным местом отдыха большинства горожан. Сегодня в программе мы будем говорить об актуальных проблемах этого района, дороги, уборка, благоустройство и ЖКХ. Вы смотрите программу «Совет моего дома» и я представляю гостей в студии. Вячеслав Сергеевич Коновалов, глава Красноглинского внутригородского района городского округа Самара и Надежда Валентиновна Печенькова, жительница квартала 2, поселка Мехзавод. Здравствуйте, уважаемые гости. Добрый день. Начиная беседу о Красноглинском районе, наверное, первый и главный определяющий вопрос к вам. Вячеслав Сергеевич, как вы оцениваете на сегодня состояние жилищно-коммунального хозяйства в Красноглинском районе? Ну, ситуация сегодняшнего дня позволяет говорить о состоянии жилищно-коммунального хозяйства на территории района как удовлетворительную, хотя очень много моментов, по которым следует еще работать-работать и которым пристальное внимание приходится уделять. Как вы правильно заметили, на территории Красноглинского района это треть Самары, это 175 квадратных километров. На территории района находится 870 многоквартирных домов под управлением 20 управляющих компаний и 45 ЖСК и ТСЖ. Ну, конечно, так как сфера жилищно-коммунального хозяйства заставляет касаться жителей ежедневно, с утра, в обед, вечером, при походе на работу, при возвращении домой, конечно, от жителей поступает очень много просьб, замечаний, вопросы, которые непосредственно приходится решать. Ну, основной, наверное, проблемой, которая в жилищно-коммунальном хозяйстве хотел бы отметить, это ветхоаварийное жилье, которое находится на территории района. Из 870 это 132 дома, которые относятся к категории 6 и 7 по благоустройству, из них 88 признаны ветхими авариями. Конечно, это достаточно серьезная проблема, связанная с переселением этих граждан, с возведением нового жилья, поэтому особое внимание мы уделяем, конечно, категории данных домов, потому что проблем, особенно в зимний период, начиная от инженерной инфраструктуры внутри домовой и заканчивая уборкой территории, входом в подъезды, тротуары, конечно, это является достаточно серьезной проблемой, но, тем не менее, мы стараемся ее решать. Надежда Валентиновна, вопрос к вам. Вы жительница квартала 2, поселка Мехзавод, житель активный, я так понимаю. Расскажите, как давно вы живете на Мехзаводе, и прошу рассказать о вашем доме. С 1967 года, поэтому дом у нас, дом культурной наследия, у нас был благодаря нашему главе капремонт, там плохо, хорошо, но у нас все есть. Плюс ко всему, у нас благоустроен асфальт, у нас мусорные все бачки на месте, все как бы убирается регулярно, там все, детские площадки у нас содержатся хорошо. И двухэтажки у нас все отремонтированы, крыши, кроме двух домов. Остальные все, которые разваливаются, но крыши. Люди хоть жить начали, хотя бы не в воде сидят они, а то 40 лет ничего не было. Сейчас все благодаря главе. Когда если что-то мы сами не сможем, нам с управляшкой договориться, мы обращаемся к главе на личный прием, и потом нам бумагу присылают, какое время, что, где это будет делаться. Вот так вот работаем. Какие работы сейчас проводятся по дому, и удовольны ли вы теми условиями, в которых вы живете сейчас? У нас подъезды все отремонтированы, все. Сколько лет мы мучились, то у нас воды не было, то у нас отопление, у нас все сейчас есть, абсолютно все. Хорошо, в продолжении разговора, Вячеслав Сергеевич, скажите, пожалуйста, какие все-таки еще первостепенные задачи стоят перед районом сейчас? Район состоит из шести обособленных поселков, поэтому сказать об общих проблемах, наверное, это сказать не о чем. У каждого поселка существует своя специфическая проблема, начиная от прибрежного и заканчивая новым микрорайоном «Крутые ключи». Ну, из глобальных серьезных задач, которые стоят на сегодняшний день, наверное, следует отметить это проведение водовода в поселок Управленческий. На протяжении десятилетий люди ждали там мягкую так называемую воду, потому что сегодня скважина, с которой качают воду, по нормативам она проходит, но она является достаточно жесткой. Причем лимиты, которые предполагаются существующей скважиной, не позволяют производить снос ветхого аварийного и строительство, соответственно, нового жилья. То есть это замкнутый круг, который, хочу сказать всем участвующим спасибо, губернатору Самарской области Дмитрию Георгиевичу Азарову, РКС, их виновес программы. С прошлого года начались строительно-монтажные работы, срок окончания которых при благополучном исходе конец 23-го, ну, будем надеяться на 23-е, либо начало 24-го года, когда Управленческий заживет с новой водой, с НФС-2, это со студеного оврага, и, соответственно, откроется поле для сноса ветхого аварийного жилья и строительства нового. А что еще это даст в будущем и что уже дает сейчас? Ну, вы знаете, вот в настоящий момент поселок Управленческий, как таковой, находится в неком ожидании развития, скажем так. Он готов к нему, но внешние условия не позволяют это делать. Естественно, при подведении воды, ну, новое строительство, переселение граждан из ветхого аварийного фонда, ну, соответственно, это последует новое строительство за собой, объекты, инфраструктура, развитие управленческого, плюс будет возможность провести от действующей сети, запитать красную глинку. Ну, то есть, ну, как мы говорим, вода – это жизнь. Это подтверждает, ну, жизнь в поселке Управленческом, конечно. Поэтому, как бы, мы все готовы к этому, просто все в большом ожидании. Спасибо. Надежда Валентиновна, расскажите, пожалуйста, в вашем доме, вы сказали, управляющая компания. Ведь очень важно жителям наладить именно тесный контакт, вот, как верно заметил Ильич Ильич Сергеевич, именно с управляющей компанией. Расскажите, пожалуйста, как давно она работает с вами, почему выбор пал именно на эту управляющую компанию, ну, и как, собственно, директор сотрудничает с вами, с жителями. Выполняются ли наказы в полном объеме? Ну, в общем-то, выполняются все, что просим, все делают. Абсолютно все. Там бывают задержки, но все равно приходят, делают все. Универсал быт. Там, как бы, перешли вот к ним, все, захотели, перешли. Проблем нет вроде пока. С нами мастера работает, там есть такая Надежда. Она с нами инженера или кто-нибудь, не знаю, кто. Не инженер. Да, ну, она совсем общий язык находится, никуда не грубит, ничего. Ну, если они не могут что-то сделать, она объясняет, что, ну, вот не сейчас, а это после придут и сделают. Ну, все делают. Спасибо вам большое за разговор. А мы продолжим разговор со старшей по дому, номер 46. Ну, а новая детская площадка и озеленение территории – все это результат плодотворной работы инициативных граждан и администрации Красноглинского района. Как можно изменить свой двор к лучшему – в нашем следующем сюжете. Новая детская игровая площадка рядом с городской больницей номер 7 появилась благодаря тесному сотрудничеству администрации Красноглинского района и активных местных жителей поселка Мехзавод. В прошлом году здесь проводился капитальный ремонт детской поликлиники, поэтому возникла необходимость обновления прилегающей территории. Для этого общественный совет жителей поселка во главе с Надеждой Печниковой обратился к главе Красноглинского района. Общественный совет решил, что надо второй квартал благоустраивать, потому что он самый первый, самый старый. Просили главу для того, чтобы нам благоустроили дворы, построили поликлинику, попросили, чтобы здесь по государственной программе сделали нам детскую площадку для детской поликлиники. Надежда Печникова живет в поселке Мехзавод уже более 50 лет. Из них последние 20 занимается общественной деятельностью. Говорит, что по-другому не может. Место, которое давно стало родным, ей не безразлично. По ее просьбе были сохранены 8 елей, которые раньше росли там, где сейчас расположилась новая детская площадка. При жизни их высаживал бывший главный врач 7-й больницы. По программе благоустройства Красноглинского района нам вот эти елки принесли от детской поликлиники и пересадили 8 елок, вот этот скверик сделали. В администрации Красноглинского района говорят, что охотно идут на встречу местным жителям. Поддержка общественных инициатив реализуется в рамках проекта «Содействие», который был запущен губернатором области Дмитрием Азаровым. Благоустройство территории реализуют благодаря проекту «Твой конструктор двора». Жители поселка подают свои заявки, участвуют в конкурсе и побеждают. В данном случае этот проект был создан совместно с жителями. То есть инициатива жителей, инициатива администрации района, наши пожелания, наши стремления, они совпали. Тут устроены новые газоны, новое асфальтовое покрытие, парковочные места оборудованы, чтобы было удобно. Детская игровая площадка на мягком травмном безопасном покрытии. Выполнена работа по озеленению, по освещению данной территории. Какой будет новая детская площадка, решали всем поселкам. В администрации района был разработан дизайн-проект, который согласовали с инициативными жителями. Поиграть на новой детской площадке, покататься на каруселях и качелях дети смогли уже весной этого года. Итак, Любовь Михайловна Букина. Здравствуйте. Вы старшая по дому, 46, квартал 2. Расскажите, пожалуйста, о доме, в котором живете вы. И, соответственно, у меня такой же к вам вопрос, как давно вы живете на мехзаводе. Ну и, собственно, любите ли вы это место, в котором вы живете? Да, конечно. Я живу в Красногленском районе и живу более 40 лет. Мне очень нравится этот поселок. И, наверное, прижились мы этими корнями. И вот лично я не хочу уезжать в мехзавода. Он у нас какой-то скромный, какой-то вот... Особенно изменилось, наверное, вот это с чемпионатом. Много построили эти дороги. А это самое лицо, наверное, нашего города Самар, когда выезжаешь, эти дороги чистые, во-первых, асфальтированные, с бордюрчиками, с тротуарами. Вот. Ну, я живу на втором квартале, в Суркшевском доме, и меня выбрали старшей. Ну, довольно тоже давно я уже. Вот. Нашему дому сделали в 17-м году капитальный ремонт. Очень благодарны. Все заменили, всю инженерную систему. Вот. Сделали Дню Победы, 75-летие у нас жила. К сожалению, сейчас на данный момент она умерла. Вот. Участница Отечественной войны сделали как подарок, отремонтировали подъезд. Мы очень были довольны. Вот. Сейчас, правда, приступили ко второму подъезду. То есть, я надеюсь, и третий подъезд у нас отремонтируется. И, конечно, еще желательно сделать капитальный ремонт кровли и фасада. Я думаю, что... Потому что наш дом просто все уже. И внутри, как говорится, все поменено. Хочется уже и внешний вид. И запланировано на 22-й год. Это попали мы в комфортную среду. И будем благоустраивать детскую площадку. Мы обязательно сейчас об этом поговорим попозже, о городской среде. Вот как раз у меня вопрос к вам. На какой территории сейчас в Краснодарском районе как раз реализуются эти проекты? Комфортная городская среда. Вот о чем сказал Любовь Михайловна. И, конечно, твой конструктор двора. Программа «Комфортная городская среда» у нас рассчитана на ее срок действия с 2018 по 2024 год. На сегодняшний день от жителей Красноглинского района подано 130 заявок на участие в этой программе. Это очень солидное большое количество. Да, поэтому жители, наверное, в момент рождения этой программы не очень верили. Но на второй, на третий год буквально массово начали подавать заявки, корректировать их. И на сегодняшний день, я сказал, 130. Это порядка 390 домов и порядка 40 тысяч благополучателей данной программы. В среднем у нас получается, исходя из финансирования, благоустраивать от 5 до 6 дворовых территорий. Стараемся охватить вниманием, но опять же, в соответствии с поданными заявками, каждый поселок Красноглинского района. В этом году было сделано 5 территорий. Следующим планируем 5, если отстанется экономия. Рассмотрим вариант и 6 площадки в этом году. Это тоже удалось. По данной программе, конечно, стоит в первую очередь отметить активное участие жителей в данной программе. Исходя из первого этапа подачи заявок, на всех этапах до окончания реализации строительно-монтажных работ, непосредственный диалог с жителем, иногда мы спорим. Споря рождается истина, как известно. Абсолютно, да. Порой решения, принятые первоначально жителями, меняются буквально на ходу. И причем достаточно справедливы, потому что порой это пешеходная дорожка без изменения объемов. Ну, она целесообразна там на 3 метра слева ее провести. Поэтому к жителям всегда прислушиваемся, идем на диалог и ставим подрядчикам задачи, согласованные в первую очередь с жителями. Потому что им жить в этом дворе, им говорить либо спасибо, либо ставить неот. Поэтому стараемся всегда находить общий язык, компромисс, дабы достичь результата и чаяния жителей воплотить в жизнь. По твоему конструктору двора в среднем получается 3 территории охватить. Принцип взаимодействия с жителями абсолютно тот же самый. На будущий год, в настоящий момент подводим итоги, 3 территории на территории Красноглинского района будет реализовано в 2022 году. Справедливо. Совершенно. Ну, это, понимаете, не нами принятое решение, это продиктовало жизнь его. И мы стараемся, чтобы нас не ругали. Любовь Михайловна, вы начали говорить о программе. Скажите, как вы решили принять в ней участие? Опять же, вот, инициатива жителей, она, конечно же, очень важна. А жители на вашем доме, ну, а вы старшая, активную позицию занимают? Вот касаемо этого вопроса, ну, вообще, если мы говорим о благоустройстве в целом? Да, конечно, активно, конечно. И мы ведь как стараемся для детей. Дети хотят благоустройство вот этой детской площадки. А у нас как раз захватывает это 49-й, 46-й, 45-й, 44-й дома. Вот это напротив у нас этих домов и будет благоустроиться, ну, запланировали вот на 2022 год. На сегодня уже обрезка деревьев произошла. И самое главное, очень это организовано. Сразу распиловка и натвал ввозят. То есть никаких ни куч, ни веток, ну, просто организованно все это сделано. Во дворе чисто. Вячеслав Сергеевич, вот насколько, скажите, пожалуйста, благоустройство Красноглинского района именно вот внутри городского района программы, я сейчас имею в виду, которая завершается в этом году. Расскажите, пожалуйста, какие вы можете привести уже сегодня результаты этой работы? Вы знаете, хочу сказать, что завершение программы, да, на самом деле, место быть. Но на сегодняшний день рассматривается ее продление, потому что она зарекомендовала себя как жизненно необходимая программа. По данной программе на территории Красноглинского района, ну, приведу простой пример, отремонтировано порядка с 2017 года 123 дворовых территорий. Что это за ремонт был? Это внутриквартальный ремонт. Плюс 166 адресов, мы, 168 адресов, мы прошлись так называемым ямочным ремонтом, там, где финансовые затраты, назовем их минимальными, но менять слой асфальта во всем, ну, допустим, там, 800 квадратных метров не имеет смысла. Отремонтировали, жители довольны, никто не спотыкается, машина не проваливается. Поэтому считаю, что, ну, озеленение и там содержание данных территорий тоже входит в эту программу, поэтому она, ну, на самом деле необходима. Ведь некоторые дворовые территории, которые попали в эту программу и был произведен ремонт, не видели его 30 и более лет. Ну, на самом деле так. Вот мне жители мехзавода, наверное, не дадут соврать, что те территории, которые в прошлом году удалось отремонтировать, на самом деле, разговаривали с жителями, те, которые там старожилы, говорят, я вот здесь живу 37 лет, вы в первый раз зашли сюда. Ну, считаю, что эта подвижка очень огромная. Без этого бы, наверное, ну, с жителями диалога не было в принципе никакого. Еще этим летом по одному из дворов на Красной Глинке нельзя было проехать, не опасаясь за свой автомобиль. Дорога была в аварийном состоянии, а зеленые газоны превратились в незаконные стоянки машин. По причине отсутствия парковочных мест вот как удалось решить насущные проблемы и кто их решал, узнаем из нашего сюжета. Новая широкая дорога и 30 парковочных мест, с гордостью рассказывает житель поселка Красная Глинка Вячеслав Серов. Этой осенью двор 16-го дома, что в четвертом квартале, преобразился до неузнаваемости. За активную позицию и неравнодушие к коммунальным вопросам жители выбрали Вячеслава старшим по дому. Проект благоустройства территорий он разрабатывал совместно с соседями, управляющей компанией и администрацией района. Не безразлично. Мой дом, мой поселок, где я проживаю, мне всегда хотелось как-то, чтобы у меня было перед окнами благоустроен двор по программе «Городская комфортная среда». Разузнал, какие условия провел в доме собрания. Ну, это соответствующие документы, подали заявку в администрацию. До благоустройства дорогу сложно было назвать образцовой, делится пенсионер Юрий Быстрых. В этом районе он проживает более полувека. Машины приходилось ставить на газоне, чтобы не создавать препятствия каретам скорой помощи и городской спецтехники. Дорога, она и была убитая. Вот как ее сделали в 62-м году, так ее ни разу тут не ремонтировали. Ход работ постоянно контролировали жители двора. Подрядчики учли все пожелания. Помогали реализовывать проект и следили за качеством его исполнения. Специалисты заасфальтировали более 2000 квадратных метров проезжей части и 600 для парковки. Гарантии качества – 5 лет. При разрушении покрытия по гарантии подрядчик должен обеспечить бесплатный ремонт. Двор был практически полностью лишен парковочных мест, был узкий проезд. Соответственно, при постоянном движении в детский сад было невыносимые условия эксплуатации. Доволен новой дорогой во дворе и директор местной управляющей компании. Приятно на такой дороге работать. Во-первых, техника, которая чистит, когда из ямы в яму, ее невозможно почистить. А сейчас только рад. Плодотворным сотрудничеством с местным управдомом доволен и управляющий микрорайона. Как говорит Дмитрий Игоревич Азаров, и делать что-то, не посоветовавшись с людьми, то это просто-напросто будет никому не нужно. Именно взаимодействие должно приходить через старших по домам, председателей МКД, через таких активных, которые могут донести позицию администрации до каждого жителя. Более в спокойной обстановке, где-то, может быть, даже на кухне за чашкой чая. Вот. Донести до администрации, до нас, позицию жителей по тому или иному вопросу. И именно где-то помогает найти компромисс и принять то решение, которое устраивало бы всех и было оптимальным. В следующем году жители 16-го дома, что в четвертом квартале поселка Красная Глинка, планируют продолжить благоустройство. Весной привезут чернозем, засеют газон, разобьют клумбы у подъездов и поставят скамейки. Следить за зелеными насаждениями станет проще. Не так давно во дворе установили камеры видеонаблюдения. Любовь Михайловна, у меня к вам вопрос. Вот как мы сейчас разговариваем в студии, самарские власти, вот лично глава ваш, Красноглинского района, очень большое внимание уделяет вопросам именно благоустройства. Благоустройство дворов и создание вот новой территории городской среды. Скажите, а видите ли вы отдачу от администрации? Мы обращаемся напрямую. То есть мы ни на сайт не заходим, мы просто встречаемся, приходим на прием и всегда как-то уходим положительно. То есть какие-то вопросы. Поэтому мы, наверное, работаем и с нами как-то ближе, с народом всегда это. И мы как-то уже как к своему родному ходим. Вместе. Вместе работаем. Вячеслав Сергеевич, вот скажите, пожалуйста, вы о позиции жителях. Где-то они помогают вам и, конечно, вашим коллегам. Я хочу сейчас поговорить про проект «Содействие». Принимают ли жители участие в этом проекте? Вне всяких сомнений, очень активное участие. За период действия данной программы, это поддержка инициатив населения муниципальных образований Самарской области, в народе это принято называть губернаторский проект «Содействие», это уже закрепилось, это на слуху, и официальное название уже никого больше не интересует. Вы знаете, на территории Красноглинского нам удалось за этот период преобразовать шесть территорий. Они все значимы, но хочу сказать, что удалось при поддержке населения, ведь принцип программы – это финансирование областное, финансирование районного бюджета и, соответственно, жителей самих и юридических лиц. И одним из критерий для победы в данном конкурсе необходимо привлечь софинансирование. Достаточно этот вопрос серьезный, он касается каждого жителя. Кто-то может на данную программу пожертвовать 200 рублей, кто-то 500, юрлицо, допустим, может 30-50 тысяч рублей. И, соответственно, отношение к своим собственным деньгам у людей совершенно другое. Те объекты, которые мы сделали по этой программе, вот, допустим, на управленческом, это памятный обелиск нашим соотечественникам, нашим советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, он преобразился до неузнаваемости. Вы знаете, порой даже не в праздничные дни какие-то памятные, когда проезжаешь на работу утром, на постаменте лежат свежие цветы. То есть это отношение людей формируется, наверное. Это старое забытое, но сегодня это и место быть. В этом году нам удалось поставить своеобразный рекорд, чем я, несомненно, рад и горд жителями нашего района. Мы победили в трех номинациях. Три проекта мы в этом году реализовали на территории Красногринского района. Это территория возле вновь открытой после капремонта на мигзавод детской поликлиники. Там сделали детскую площадку, внутриквартальный проезд, озеленение, малые архитектурные формы. То есть для маленьких пациентов считаю, что важно, идя в больницу, помню себя, побаиваясь, а тут на карусельке прокатился, да вперед. На мигзаводе, опять же, на славном нашем удалось реализовать в сквере, отремонтированном сквере, скейт-площадку для детей разных возрастов. На ее открытии присутствовало очень-очень много детишек, и она пользуется даже в холодное время года, в любом случае, пользуется популярностью. Ну и также получилось охватить Красную Глинку, где скверик небольшой, но для людей очень значимый. Вот если будет возможность вечером там пройти, там мы ничуть не уступаем центру города. Кстати, касаемо разговора Красной Глинки, давайте поговорим все-таки о вертолетной площадке. Проект, конечно, колоссальный был выполнен, и это место также излюблено красноглинцами, верно? Я хочу сказать спасибо огромное губернатору Самарской области Дмитрию Игоревичу за то, что он поручил, инициировал, понимая значимость данной территории для всех жителей Самары, Самарской области, да и не только, потому что гости нашего города по пути в аэропорт, либо прилетая в город, обязательно находят 15-20 минут для того, чтобы посетить это место. Последний ремонт там был 24 года назад, если не подводит память. Потом мелкое содержание. В настоящий момент, вот этим летом, 1 июля мы ее открывали, она преобразилась колоссально. Это современная зона для отдыха людей. И вы знаете, после того, как ее отремонтировали, там вот на этой территории прекратились безобразия. То есть люди начинают понимать, что к прекрасному надо относиться соответственно. По заказу департамента в течение двух, ну, в два строительных сезона площадка была преобразована, были сделаны подъездные пути, площадки для отстоя транспорта. Ну, и, соответственно, вот этот прекрасный вид на Жигулевские горы, на Волгу, город Самара, как на ладони, конечно, он восхищает всех. Вот недавно туда приезжал президент Южной Осетии, он вот говорит, это как у нас. Вячеслав Сергеевич, расскажите, пожалуйста, каким вы видите свой район в обозримом, вот ближайшем будущем? Ну, вы знаете, как глава района я, конечно, вижу его процветающим. Жители счастливы и довольны. Конечно же, я вижу его первым среди девяти районов города Самары. Я считаю, что мы имеем на это полное право, несмотря что мы въездные ворота города. Люди у нас замечательные, очень хорошие люди, отзывчивые, добрые, порядочные. Поэтому вся наша работа направлена именно для них, чтобы хотя бы иногда они нам говорили спасибо. На работу мы ездим с удовольствием, поэтому считаем, что район развивается, район становится краше, район становится благоустроеннее. Поэтому идем вперед. Спасибо вам большое. Достижение вопроса ЖКХ благоустройства возможно только благодаря тесному взаимодействию с жителями района. Вот именно так работают и планируют работать дальше в Красноглинском районе нашего города Самары. Если люди доверяют, то это основной итог работы руководителя. Вы смотрели программу «Совет моего дома». Надеемся, что ответы, которые озвучили эксперты, были для вас исчерпывающими. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и направляйте туда свои вопросы. Отвечать на них мы будем в эфире программы. На этом все. Всего хорошего. До свидания.